Всем привет. У нас утро. 10 часов утра. Мы после посещения Мадины. Вчера очень хороший вечер был. Спасибо Мадиночка огромное. Сейчас едем в Эдару. Она находится в Бокле. По поводу школы Малик. Я все-таки надеюсь, что нас могут перевести. Хотя обычно это не делается после начала учебного года. Там либо в начале, либо до, либо в середине. Но я надеюсь, что там либо войдут в нашу ситуацию. Я расскажу, какая ситуация есть. И надеюсь, что нам что-то посоветуют. Какую-то школу на английском языке. Посмотрим. Посмотрим, как оно получится. Честно говоря, пока не знаю, что будет. Так что оставайтесь с нами. Посмотрим. Вот так вот выглядит мы в Эдаре. Снимать больше не буду. Симпатичные цветы. Какое-нибудь местечко. Тут же заходим. Просто посмотрим. Ну, зайди заедем. А, вот пахнет цветами. Вот такие цветочки. Ну, пойдем. Ну, вышли мы из этой Эдары. Очень хорошие женщины нам попались. Они все рассказали. Мне говорят, что невозможно перейти с арабского в английскую. Но, да? Маля приболела немножко. Да, есть исключения из правил, конечно. Потому что я говорю, я арабский не знаю. Как я с моим заданием буду делать уроки. Они сказали, что отправили меня в другое место. С объяснением того, что я не знаю арабский. И что маленький надо перейти на английский. То есть, есть правила, а есть исключения из правил. Такое бывает не часто. Кстати, в этой Эдаре по школам по всем работают одни женщины. Несколько всего мужчин. И так они принялись помогать. Я показала бумагу о разводе. Они говорят, что нельзя переводить из арабской школы в английскую. Тем более из Азара. Может только в Азар перевести. Я говорю, понимаете, я арабского не знаю. Пока я с ней занимаюсь. И они как-то вошли в ситуацию. И сказали, мы можем ее перевести на класс меньше. Но она должна будет сдать экзамен. Я говорю, ради бога по-английскому. Смотрите, что я купила. Лекарство. Приболела, купила лекарство. Не так давно выходило видео по поводу женщины Валентины. Который египтянин обманным путем забрал 500 долларов. Она выслала ему 500 долларов на квартиру. Он их забрал. И обещал снять квартиру. Не снял. И потом пропал с этими деньгами. Валентина обратилась к нам. Было на эту тему отдельное видео. Общались, общались. Египтянин ничего не вернул. И мы уже предупредили его, что если он не вернет, то мы уже будем подключать адвоката. И подключили на самом деле адвоката. И было об этом тоже отдельное видео. И вот этот египтянин обещал отдать деньги 10 октября. Вот можете поздравить Валентину. Значит этот товарищ выслал Валентине пока 200 долларов. А адвокат взял за работу 100 долларов. Но именно я этого не касаюсь вообще. То есть адвокат занимается этими вопросами. И на нем вся полностью ответственность за это за все. Единственное что вот сейчас видео про этого египтянина я закрыла по его просьбе. Валентина получила. Вот сейчас мы с ней созванивались. Она получила свой платеж. После перевода там осталось 179 долларов. То есть первый платеж она получила. Осталось еще 200 долларов. Он должен ей отправить. Он сказал что в течение 10 дней он отправит эти 200 долларов. Так что вот такая ситуация. Удивительным образом. Потому что прошло очень очень человек этот египтянин. Сложно. Как он говорил для меня 500 долларов отдать это не проблема. Это очень большие проблемы. Очень много разговоров. Очень много требований. Очень прям значит закройте видео. Значит сбросил мне кусок этого скриншота. Это вестерньюнин денег. Закройте все. Я вам вышлю. Там какой-то паспорт. Но не суть важно. Главное что Валентина сейчас отзвонилась. Она получила свои деньги. Часть денег половину. И в течение 10 дней оставшиеся 200 долларов. Я надеюсь что проплата будет. И видео в данный момент не удалено. К данному видео просто закрыт доступ. В плейлисте оно не доступно. И если оставшаяся часть платежа придет благополучно. Мы это видео удалим. И забудем про него. Если не будет оставшаяся часть денег выплачена. То видео будет. Доступ к видео будет открыт. И соответственно будет продолжаться кейс по поводу этого дела. И это очень на самом деле серьезно. Так что вот такое успешное. Пока еще наполовину успешное окончание данного дела. Так что если не надо отчаиваться. Если есть какие то такие проблемы. Нужно их пытаться решать. И вот на примере Валентины это возможно. То есть рычаги давления есть. То есть никто не имеет права забирать ваши деньги. И не отдавать их вам. Ваши кровно заработанные деньги. На сегодня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok